И по той же аналогии, что и происходит с вами, и Мухтару Аблязову тоже надо побеспокоиться о своей безопасности. Ну, конечно, я думаю, он как грамотный человек, он думает об этом. Потому что любой критик, я еще раз подчеркиваю, любой критик, оппонент режима Назарбаева находится под неусыпным контролем его спецслужб. И любой промах, он может оказаться для него роковым. Любая возможность. Потому что он использует старые КГБшные методы. Нет человека, нет проблемы. Юсуфия, с резким изменением ситуации в вашем деле не могу не задать вопрос, который я часто задаю вам. Угрожает ли какая-то опасность вашим родственникам сейчас, отцу и маме? Эта угроза, она даже в связи с тем, что отец вернулся в Казахстан, она еще больше возросла. Потому что ежедневно они находятся под практическим наблюдением, наружным наблюдением. За ними ведется периллюстрация почты, прослушивание телефонов. Я не говорю о том, что любое передвижение, за ними ездит несколько автомашин. Они находятся под неусыпным контролем. Фактически это домашний арест они находятся. Спасибо, господин Алиев. Я думаю, что в последующих встречах мы продолжим эти не очень приятные темы. Поскольку они все-таки не исчезают из казахстанских будней и из казахстанской политики. Спасибо. Я хочу еще сказать о том, что вопрос вокруг Кулебаева поднимался господином Аблязовым. Это вопрос... Кулебаев это просто один из казначеев Назарбаева. И говорить о том, что что-то произойдет, что-то будет после этих заявлений, это, конечно же, оставляет большие пожелания, что что-то произойдет. Потому что за всем этим стоит президент Назарбаев. И он никому не даст, никому не даст, чтобы вот к теме о верховенстве закона. У нас над законом те казначеи, близкие, друзья, я не знаю, партнеры по бизнесу, которые близкие к Назарбаеву, они находятся выше закона. Возникает парадокс, к которому уже все начинают привыкать. Что происходит в богатейшей, казалось бы, стране Центральной Азии? В ней есть все, и нефть, газ, и уран, только пользу от этого всего не все граждане ощущают. Ну, далеко не все. А пропаганда утверждает, что Казахстан сумел выскочить из кризиса более-менее терпимо. Естественно, благодаря успешным действиям руководства, конечно. Вот что может господин Алиев ожидать сегодня простой человек? Можно ли надеяться на какие-то кардинальные улучшения жизни вообще и когда? Ну, с этим режимом, который находится во главе государства, я думаю, ожидать хорошего невозможно. И та государственная пропагандистская машина, которая работает по вот этим советским лекалам, то, что полностью общество закрыто, информация крайне тяжело поступает в Казахстан и из Казахстана, это говорит о том, что очень сложно доводить, пробивать вот эту пропагандистскую машину. Завтра, допустим, Штан Абиршич Назарбаев назовет день ночью, и все как один казахстанцы будут говорить, да, скажут на день, ночь. И наоборот. Вот дошло уже до таких вот абсурдных вещей, когда, допустим, это же на фактах, вот давайте факты. Вот в 2007 году, осенью, когда уже в разгаре был финансовый кризис, президент страны, премьер-министр и председатель Назбанка, они все сказали, нет, в Казахстане нет финансового кризиса. Мы не в кризисе. Прошел год, после этого, да, мы были в кризисе. Или, да, еще мы не дошли дна. Сейчас уже возгласы из правительства идут. Нет, мы уже прошли самую тяжелую часть, осталось чуть-чуть. У нас вот экономический рост наметился. Ну, а по фактам, где средства национального фонда нефтяного, которые были до финансового кризиса 23 миллиарда долларов? Где эти деньги? Их нету, их растронжирили. Где деньги от экспорта нефти, от экспорта газа? Мы уже говорили о том, что ежедневно 1 миллион баррелей нефти идет на экспорт. 365 миллионов баррелей нефти. Кто получает с этого налоги? Где, почему деньги оседают в офшорных зонах, на офшорных компаниях, которые принадлежат окружению президента? Вот это вот странная вещь получается. Казахстан продает газ, нефть, другие полезные ископаемые, но не в силах, вот по качеству жизни даже приблизиться к таким странам, как Бруней, Катар, Увейт и так далее. Вот почему там простым людям предоставлены многие привилегии, а в Казахстане еще даже, может быть, и не сравнялись с советским периодом? Ну, прежде всего, это вопросы, конечно же, к руководителю страны, гаранту конституции, который создал такую систему, что 95% идут финансы от природных ресурсов, которые принадлежат народу, принадлежат стране, они идут на пополнение вот этой кучки олигархов вокруг него. 15 миллионов населения, почти 16 миллионов, содержат вот этих 6-7 олигархов, миллиардеров. В Казахстане официально миллиардеры. И все мы, 15-16 миллионов, содержим вот этих миллиардеров во главе с президентом страны. И наша задача именно сделать так, чтобы пришло новое демократическое правительство, чтобы пришли новые люди во власть, чтобы, наконец, покончить с этой коррупцией, которая пронзила, она все досконально разъела всю государственную власть. Вы посмотрите, чуть ли не день только кого-то арестовывают, начиная с районного начальника, кончая областным, да и республиканским. Но это те лица, которые, так скажем, не участвовали в откатах вместе с Акордой. Которые сами себе чуть-чуть там взятки брали, но не делились сверху. А если ты делишься сверху, если это все идет по цепочке, то тебе ничего не грозит. Сейчас средства массовой информации стали часто говорить о семье Кулебаевых. И вот миллиарды этой семьи, они что, все принадлежат им? Или Кулебаевы тоже являются подставными людьми, на которых президент записывает свои личные капиталы? Ну, конечно же, говорить о том, что семья Кулебаевых, каким образом они сколотили это состояние, тем же способом Нурстан Обиджи в свое время отдал, дал возможность приватизировать акции Народного банка. Народного сберегательного банка. Государственный банк был, он отдал своим единоличным решениям, передал акции Кулебаевым. И они тоже не купили у государства, а вложили в уставной капитал и как бы размыли эту государственную часть. И вот, конечно же, так как он им дал возможность участвовать в самом большом банке Казахстана, акционерном, конечно же, он не просто так это отдает или там внутри семьи это происходит. Это просто, он же не может на себя все это записывать. Поэтому нужны вот такие подставные лица, как казначеи, как, допустим, бывший управление делами президента Владимир Ни. Он сейчас контролирует, как бы ответственный за Казахмойст. Там Кулебаев отвечает за нефть, газ, за Казмунэйгаз, вот за эту структуру. И в том числе и за Народный банк. Я не могу задать вам личный вопрос, господин Алиев. Вы ведь тоже принадлежали к президентской семье?